очень я давно уже за вами тоже наблюдаю даже было такой момент я вам позвонил на телефон вот и вот так и все и теперь я как это я ваш полностью большое дело вовность книги книги то шикарно господь позволил издать я не могу даже говорить у меня просто все в сердце там льется я не могу даже сказать ни слова на весь новый завет с откровением а вы еще раз покажите еще раз ну-ка покажите еще раз давай с ней начинай снимать я снимаю вот у меня не вороните нет нет ни в коем случае как себя разве можно чудо божье вот еще а вот смотри к истину православия да но эта книга досталась мне 40 лет почти собирал будет также ценить ее да вот эти книги которые у вас их видели библиотеки у путина пока я слушал как вы говорили да а в дании были там сразу сказали говорит сегодня же в королевской библиотеке будут об украине они в национальной библиотеке и в парламентской в киеве а в москве в ленинской библиотеке техники то там полностью 38 книг все и парламентской и в исторической у нас книги есть можно заниматься да точно а так смотрю так читал конечно по интернету все читал но не говорю надо приближаться еще ближе да на практике надо не видеть она книга стоит протянул вышел на солнышко почитал это точно все уязвимое а книга это серьезно Я подсчитал, что Новый Завет в Библии И который у нас с толкованием Он по объему больше В 7,37 раза Потому что Обширные здесь Блаженов и филакты И комментарии Я выдаю там 297 комментариев О необходимости проповеди и любви к Слову Божию Какая-то у нас тут яся пришла У меня вот даже немного Немного чего-нибудь услышу Я тоже быстрее спешу говорить об этом Я не успел вам написать В мой мир, когда заказывал книги Я хотел вам написать Дайте мне визиток Открываю посылку, визитки лежат Я буду всем раздавать Ну, помаленьку посылаем, как можем Открываю, визитки есть Все, думаю, хорошо Это Володя вот посылал То он насел Вот он стоит у аппарата Я говорю Услышал, говорю, меня услышал Надо это все перед Богом выносить Чтобы Бог услышал Исполнил желание Да, так и есть Все, думаю, что это все перед Богом выносит Господи, благослови наши занятия Не дай уклониться ни направо, ни налево От истинного понимания Твоих слов Прибудь с нами Сохрани нас в любви и согласии в мире Найди новые души, Господи Хвала тебе в честь и поклонение Отец, Сын и Святой Дух Аминь Аминь Второе послание к Каримфинам Святого апостола Павла 12 глава 5 стих Так, братья, микрофончики, пожалуйста, подключайте А то мешаете Двуки Вячеслав Яся Клава Скачев Сложи, отключи Будь добрый Десятая глава Какой стих? Десятая Второе Карифинам 12.10 Угу Посему я благодушествую в немощах В обидах, в нуждах, в гонениях В притеснениях за Христа Ибо когда я немощен Тогда я силен Толкование Я желал, говорит, как человек избавиться от бедствий Но после того Как услышал то Что Так Но после того, как услышал то Что услышал Хвалюсь и благодушествую То есть радуюсь Нахожу удовольствие в немощах Потом Потом же Чтобы ты не подумал Что он Разумеет горячку Или другие болезни Он Объясняет тебе Эти немощи Говоря Что они Заключаются В обидах И так далее Это С одной стороны Посрамляет Хвалящихся Бедствиями Лжеапостолов Как противников Божиих Другой же Убеждает Учеников Чтобы они Не стыдились Своего учителя Но Скорее Гордились Бым Поскольку Опасности Существуют По воле Божией И ради Славы Христа Так вот Человек Который Иван Отключи микрофон У себя Благодарю Что удивляешься Что в немощах Обнаруживается Сила Божия Ибо И я Среди их Становлюсь Сильнее Имея В себе Обильнейшую Благодать Как например В тех случаях Когда Будучи В заключении Обратил Кемничного Стража Читаем Деяние 16.31 Когда Потерпев Кораблекрушение Привел Страх Островитян Варваров Деяния 28.4.6 Когда Стоя Перед Судьей Ваковых Победила Его И обвинителей Деяния 26.31 Таким Образом Когда Он Являлся Сильным Мужественным И славным Когда Не Моществовал То есть Был В опасности Вопросы Может быть Что-то Кому-то Непонятно Или Недопонятно Не стесняйтесь Задавайте Слава Микрофон У тебя Шумит Гром Сильно Если вопрос Есть Задавали Если нет То Че Слав Скачев Слышите Меня Что-то Слышим Да Тебя Слышно Причем Очень Хорошо Шумит Вопрос Есть Если нет То отключи Микрофончик Слав Ага Не Отключается У тебя Шумы Вот Сейчас Дам Второе Послание Коринфянам 12 Глава 11 Я Дошел До неразумия Хвалять Вы Меня К всему Принудили Вам Бы Наблежало Хвалить Меня Ибо У меня Ни в чем Нет Недостатка Против Высших Апостолов Хотя Я И Ничто Толкование Опять Оправдывается В том Что Хвалится Так Секунду Кто-то В чате Тут Попросился Надежда Благодатская У нее Сроду Что-то Перезвонишь Она Так Простите Секунду Сейчас Еще раз Попробую 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 Так, и толкованием. Опять оправдывается в том, что хвалится. И выше он сказал, примите меня, хотя как неразумного, и как бы в неразумии. А теперь называет себя неразумным уже без частицы как. Так, ибо сделав то, чего желал, он смело подвергает себя такому уничижению, достаточно научая нас не хвалиться без нужды, поскольку Павел и при существовании этой нужды называет себя неразумным. Вы меня принудили, то есть я сказал это побуждаемый, заботая о вашем спасении, видя, что лжеапостолы, которых вы слушаетесь, своим хвастовством развращают вас. Посему я решился ради вас сказать вам нечто о себе. Должно было, говорит, скорее вам перечислять мои подвиги и прославлять их. Но поскольку вы этого не сделали и внимали лжи апостолам и испортились, то я сказал это для вашего спасения. Выше он сказал нерешительно, я думаю, что у меня ни в чем нет недостатка против высших апостолов. 11.5 Теперь же, говорит, с большей силой ни в чем нет недостатка, то есть не должен считаться ниже апостолов Петра и других. Но и здесь он опять не отступил от своего обыкновения и прибавил. Хотя я и ничто. Заметь же его благоразумие. Он не сравнивает себя со лжиапостолами. Не удостаивает их даже упоминания, как несравненно выше их. Но утверждает, что он равен апостолам. Что он равен, простите, не так. Но утверждает, что он равен апостолам. Ну, в смысле, а не лжиапостолам. Тех он вообще даже о них говорить не хочет. Вместе с тем он намекает, что коринфяне оскорбляют апостолов, когда равного им, то есть Павла, поставляют ниже лжиапостолов. Понятно, о чем речь. Павлятся не ради похвальбы своей, а ради ихнего спасения, дабы они пока и в своем неразуме, выбрав ложных апостолов. Ну, а какая причина? Об этом Священное Писание говорит. Выборут себе учителей, которые листили бы слуху. Вот основная причина. Они говорят по-мирски, и мирской народ любит их. То есть, люди такие колеблющиеся в вере, слабоверные, и их очень легко увести. А как? Ну, а как? Дьявол он, приветник. Они на Павла, видать, клеветали, и те усомнились в его, я так думаю, праведности. И пошли за этими лжиучителями. И Павлу волей-неволей, через силу приходится оправдываться, что ли, и заниматься самовосхвалением. Хотя на самом деле это просто он их хочет выразумить. И сравнивает себя с апостолами. Апостолов они знали, Петра и других, Павла знали. И он говорит, если я не ниже их, то тем самым вы оскорбляете апостолов. И вот дальше он говорит о признаках апостола в 12 стихе. Итак, 2 Коринфянам 12.12. Признаки апостола оказались перед вами всяким терпением, знамениями, чудесами и силами толкования. Хотя я и ничто, говорит, но ты не обращай на это внимания, а заметь, что я ничего не опустил из того, что свойственно апостолам. Ибо вы служите свидетелями, что я все исполнил. Первое свойство апостола есть терпение и мужественное перенесение всего. Но заметь его смирение, сколько опасностей, подвигов, внешних и внутренних, заключил он в одном слове – терпение. Ибо то, что было его делом, то есть терпение, выразил одним словом. Что же касается знамений, которые принадлежали не ему, а благодати Божией, многими словами. Какое различие между знамением и чудом сказано в другом месте? Но чтобы кто-нибудь не подумал, что это сказано только об одних благотворных действиях, он прибавляет и силами. Ибо сила ясно указывает и на нечто орающее. Заметьте здесь, сколько мертвых, прокаженных, слепых, песноватых, всех, получивших от него благодеяние, так же, как и наказанных им, каков Элима, он обнимает так кратко. Вопросы? Так, сейчас я за благодатствие попробую разобраться. Пока все понятно, вопросов нет. Второе Коринфянам 12.13 Ибо чего у вас не достает перед прочими церквами, разве только того, что сам я не был вам в тягот. Простите мне такую вину. Толкование. Чтобы кто-нибудь не сказал, правда, ты велик, но все же сделал того, что сделали апостолы в других церквах, посему и говорит. Чего у вас не достает? Разве вы получили меньший дар, сравнительно с прочими церквами? Порицает их с великой строгостью говоря. Если вы ставите мне в вину то, что я не отягощал вас, но проповедовал вам Евангелие, не вводя вас в издержки, то прошу снисхождения, простите мне эту вину. Вместе с тем слова эти содержат и похвалу им, поскольку они считали за обиду то, что он не удостоил ничего взять у них. И комментарий Игнатия Кихоновича Лавкина. Сегодня трудно сказать, сколько раз переиздавалось толкование блаженного феофилакта. Никакой общий тираж разошелся по рукам русских людей. Но авторитет его очень высок как у старообрядцев, так и у новообрядцев. Как же они читают это слово, проповедовал вам Евангелие? Уже ли совершенно не применяют к себе? Мысленно не переносят себя во времена апостолов? И разве трудно, читая эти слова, сказать, А наш архиерей может ли сказать, как апостол Павел, такие слова? Проповедовал вам Евангелие. Я и сам могу эти слова произнести И этим не солгать пред Богом, что я проповедовал Евангелие. Чтение любой книги чему-то обязывает. Но чтение такой, которое изъясняет самую великую книгу, книгу книг, Какую же накладывает ответственность на читающего? Евангелие дано людям не для того, чтобы, имея к этой книге благоговение, Держать ее на почетном месте, Целовать крышку этой книги, Поклоняться ей, целовать ее И даже не прикасаться к ней во время нечистоты. Но в этой книге неоднократно говорится О страшной ответственности за то, Если ты не будешь проповедовать о Христе, Авторе этой книги. Евангелие от Матфея, 10 глава, 32-33 стихи. Итак, «Всякого, кто исповедует Меня перед людьми, Того исповедую и Я пред Отцом Моим Небесным. А кто отречется от Меня пред людьми, Отрекусь от того, и Я пред Отцом Моим Небесным». Христос разводит людей на два полюса, Не говоря ни о каком промежуточном состоянии, Придуманном людьми. Справа те, кто исповедует Его, То есть не отрекается ни от Христа, Ни от Слова Его, А слева те, кто отрекается от Него пред людьми, То есть не исповедует и не проповедует о Нем. И по какой бы причине человек не проповедовал о Христе, Он попадает в число отрекшихся от Него. И если последствия этого греха столь ужасны, То почему же на исповеди священники не говорят об этом грехе совершенно? Написаны образцы покаяния и для священника, И для мирян, и для детей, Перечни грехов, которых необходимо раскаяться. И ни в одном из них нет греха, Суть которого не любовь к Богу и людям, То есть, когда человек не проповедует о Христе. Вопросы? Так, ну у меня вопрос. Кто-нибудь скажет? Ну я не проповедую, но я и не отрекаюсь. Просто не проповедую. У меня нет на этого дара. Это нужно выпить моря, Чтобы из тебя ручьи потекли. А моря я еще не выпил. Поэтому зря вы на меня так. Петр отрекся, ему конкретно вопрос задали. Знаешь ли ты Христа? Он сказал, не знаю я. Вот это вот отречение. А меня никто и не спрашивает, я и не отрекаюсь. Как вот такому человеку, такого человека вразумить, устрашить ради его спасения? Какие слова из священного писания ему найти? Да, здесь в конце комментария, конечно, говорится о нелюбви. Кто не любит Господа Иисуса Христа, Маранафа, Манафима. Это да, я принимаю, я с этим согласен. Но человек, может быть, как-то, может быть, недопонимает это место в священном писании и начинает заниматься самооправданием. Как его все-таки еще более, может быть, устрашить, чтобы... Брат, можно ответить? Можно. Я сразу вспомнил притчу о талантах, который на Господа потом говорил, что ты такой, берешь то, что не сеял и так далее. Там говорится, что у него был один талант, он его пошел взорыл. То есть талант, это вера, как говорит толкователь. А этот вера. Читаем еще Матфея, послание к римлянам в 10 главу, где апостол Павел прямо говорит, «Если ты не проповедуешь, если мы устами исповедуем Иисуса Христа, то спасемся». Сердцем верует праведность, а устами исповедует ко спасению. То есть там сказано в римлянам в 10 главе. 1 Калифеев 9.16. Апостол Павел опять же повторяет, что если я не проповедую, то это необходима моя обязанность. Если проповедую, вернее. Если я проповедую, то необходима моя обязанность. Вот одни таких. Ну так-то их много в Мест Писании, которые побуждают благовестие в человеке. Ну вот сегодня как раз случай. У нас были занятия. И Игнать Пихонич, смотрю, одну сестру заводит, потом другую. Смотри, я двух уже обратил. То есть они там где-то в коридоре. Он сидит на занятиях. А в конце занятия-то он собирается на благовестие раздавать Евангелие. Ну и я начинаю истер побуждать, как могу. Ну, у них свои отговорки, мы уже старые. Вот посмотрим, какой ты будешь. Я говорю, ну как написано же, сочные, свежие, должны быть в старости-то. Я говорю, это не причина. Я говорю, сейчас вот я Игнатью Тихоничу скажу, он с удовольствием побежит. Ну, смотрю, не это. И забегает Виктор Андреевич, ты почему слово не держишь? Раиса Николаевна, вот ты ее привез, а Андрей уехал, обещал ее увезти, увезти, вези. Я говорю, я обещал ее увезти, но я не говорил, когда я ее увезу. И потом братьям-то говорю, братья, ну что ж, сестры немощные у нас, говорю, вы начинайте без меня, я сейчас сестер развезу, старушек-то, и к вам подсоединюсь. Смотрю, Раиса Николаевна, говорит, да это же так затратно, я с вами поеду. И она с костылем, бабка, слепая, пошла с нами. И такая довольная-довольная. Вот. Вот. Это, говорю, не от старости, это внутри вас уже, блин. Я тоже вчера работал, сделал, думаю, надо поработать. И на занятиях такое как вытерпел, не спал, а уже думы-то уже в сон меня клонит-то, тоже уже не молодой. Но, однако, Игнать Тихонич сказал толкование про что самое главное в сегодняшнем празднике, вербном воскресенье. Ох ты, кажут, кто там, пальмы, ветви, вербы, но вербные же. А у кого не спроси, что значит вербное? Кого вербовать, может, кого-то надо, или что? А их глазами хлопают и ничего не знают-то. Самое главное в этом празднике, что меня сегодня переборола мою лень, и я бы домой бы поехал бы отсыпаться. А нахуй я пошел, потом вздремнул часов перед занятием, и опять как огурчик. Это одежды, одежды, посланные под ноги Христа, когда он езжал на осле, ему перед ним стелили одежды. И святые отцы нам растолковали, что это одежда. Это мы должны свою плоть сто процентов отдать Христу. И без всяких отговорок старый, спать хочу, сто процентов, он весь за нас расстрелся на Христе, весь, всю свою кровь до капли пролил, до смерти. Поэтому мы должны соответствовать, всего себя отдать ему на служение. где? Ну, Гнатьих, есть еще что-то добавить? Пожалуйста. Я вам добавил сегодня, вот про одежу-то, когда Ииуй зашел, а его пророк вывел и отдельно говорит, тебя Бог помазует царя. А он зашел, а его сразу маршал, генерала допрашивает, а что приходило от нас? А вы знаете, да что он спрашивает у бесноватой? Ну все же, он говорит, меня назначили царем, да как так? И они ни слова не говорят, свои одежды ему постелили, чтобы он прошел по ним. То есть мы отдаем себя в полное тебе подчинение. Люди-то сегодня не знают этот обычай еврейский. Это не просто, а что им одежда? Одежда укрываться надо, не ходить по ней-то. Одежда-то это не асфальт. Как не... Зачем они постелали-то? Это обычай был. Вот когда мы считаем песня песней, говорит, и мазлюбленный мой коснулся, там, говорится, ручкой открывать дверь-то. И когда она встала, то ручка-то благоухаяла. Это обычай был такой. Девушка не очень так расположена, а он приходил с разными мастями, ну, запашистое что-то, и мазал ручку. Она лежит долго, спит-то, а отец первый встает. И он за ручку убрался, и ручка благоухаяла у двери-то. И он уговаривал дочь свою. Ты видишь, как любовь его распространяется. Еще обычай той страны надо знать. Потому что у нас, вот если парень любит девушку, он прямо лезет, слюнявит ее. А вот у немцев на севере, а у них этого нет. Они не целуются, они обнюхивают друг друга. Вот обнюхивают, это главное качество запаха. От нас запах живительный на жизни, смертоносный на смерть, Павел говорит. Так что, целоваться нельзя? Да можно, как Брежнев можешь целоваться с Луисом Карваланом. В засос, как говорят. Ты можешь это делать, но ты знай, что Господь нас соделал именно запахом. Мы каждому не можем подойти целовать совсем, но сказать о Христе можем. От нас идет запах живительный. И людям сказать, вот сегодня для тебя важный день, ты можешь покаяться, это живительный. Но если ты отвергнешь, это самый печальный день в твоей жизни будет. Сегодня тебе приговор, ты услышал голос Духа Святого и отверг. И тебе больше может никогда Дух Святой не коснется сердца. Научитесь говорить евангельским языком и будут плоды. Потому что люди спрашивают, как так, я беседовал сколько раз и ничего, а вы один раз побеседовали, он пришел в православную веру. Да откуда мне знать это? Я никогда об этом даже не думаю. Это не наша задача обращать, наша задача возвещать. Благодать призывающая нам дана, чтобы мы призвали, а обращающая она от Бога зависит. Это вторая ступень благодати, как Пеофан Затворник говорит, и третья это освящающая, когда крещение преподает священник, причащает. У стихнантов этого нету. Это третий вид благодати, освящающий, потому что они самозванцы. Они не имеют связи с апостольскими временами с восьмой главой Деяния апостолов, что через руки апостолов нисхождение Духа Святого. Что тут добавлять-то? Я одну добавку делаю. Надо жить так, как написано. Жить. И тогда это все запоминается тогда. Как вы запоминаете? Часто говорят. Да я не запоминаю, даже оно само запоминается. Вот так. Поговорим. второе послание Коринфянам 12 глава 14 стих. Вот. Третий раз я готов идти к вам и не буду отягощать вас, ибо я ищу не вашего, а вас. Не дети должны собирать имения для родителей, но родители для детей. толкования. Что бы ни показалось, что он постоянно выставляет свое бескорыстие, как бы намереваясь что-нибудь принять после, посему говорит, не потому я не иду к вам, что ничего не беру, я уже был у вас во второй раз, готовлюсь уже отправиться в третий раз, и не отягощу вас. Для чего? Не потому, что вы страшитесь, и не потому, что вы слабы, а потому, что ищу не вашего, а вас, то есть вашего спасения и душ, а не имущества. Поскольку они, вероятно, сказали бы, нельзя иметь и нас, и наши, потому ты и не расположен к нам, но он приводит основания, что родители должны давать детям, любляя слова родители и дети вместо учителя и ученики, и показывая таким образом, что он строго выполняет свою обязанность и свое дело. поэтому Господь сказал, невозможно служить Богу и мамоне. Здесь как раз разделяется еще не вашего, а вас, а вас ищут именно вашего, а на нас наплевать попам. Не всем, конечно, не всем, еще раз подчеркиваю. Поэтому у нас и Десятина заменена торговлей, и людей никак не сдвинуть. И задают вопросы, а где написано в Новом Завете о Десятине, а может быть, это просто наживаются они, обманывают. Вот приходится по Писанию отвечать. Так то, конечно, если разобраться, какая Десятина, если он не заботится о спасении души, то ему и не положено ничего. А с другой стороны, закон четко говорит, что в том свете и надлежало делать, и того не оставлять. О Десятине речь идет. Можно слово? Можно. Я когда пришел первый раз к батюшке, он сказал, Ветхий Завет не читай, читай Новый Завет. Поэтому никто ничего не знает, что там Ветхий Завет написано, я так понимаю. не Новом Завете найдет о Десятине и будет ее давать. А кто не благодарный, он и в Ветхом не найдет. Хоть там батюшка говорит, что не говорит. в Новом Завете нигде не написано, что свечки ставьте и в ветхом не написано выдумки человеческие ненавижу, а закон твой люблю вот и все на этом так, от романа так, ну это ладно это мы оставим на патрон сейчас пройдет, потом будем уже сначала по по Евангелию ну и вот еще к мыслям пришла вопрос я задал как побудить людей к благовестию к любви, конечно свое сердце не вырвешь и не отдашь написание, говорит, кто бы соблазнялся за кого бы я не воспламенялся их побуждаешь людей-то и вот Володя сказал притчу о талантах вот лукавый раб таланты закопал и я со своей мамой-то говорю о деньгах она тут мне возьми, да и скажи я, сынок хочешь машину, я дам тебе 200 тысяч когда будет у тебя тогда и отдашь я загорелся, давай себе коня боевого искать а потом говорю, мам ну ты вот уже давно на песне откуда у тебя деньги ну она сразу так что-то это, это и ну я же всю жизнь работала я говорю, так ты уже сколько лет не работаешь ну и наверное ты в банк под проценты положила-то а это же грех и что она мне ответила как вы думаете ну как, говорит, ну Господь же дал и потребовал обратно с прибылью а чем я хуже-то видал, чё? то ли ну откуда мне это? то есть уже дух пропитанный оправдать любой грех уже вот в этой московской пациенте чё с шиворот на выворот? десятину не дают? ну мы же ведь свечки покупаем чё вот нам предпроистает? я говорю, ну ты сравни, говорю, мерзость, торговлю и святую и лисетину, ну чё заменено под проценты нельзя давать, а Господь требует проценты значит и нам нужно всем давать под проценты не сдвинуть никак так, ну чё, идём дальше второе Коринфянам 12.15 я охотно буду удерживать своё и истощать себя за души ваши несмотря на то, что чрезвычайно любя вас я менее любим вами толкованием я, говорит, не только ничего не возьму от вас но скорее дам вам ибо таков смысл слова издерживать и что я говорю издерживать деньги сам я буду истощать себя то есть, если для спасения душ ваших мне нужно будет лишиться тела то я не пощажу его в этих словах выражается как осуждение, так и любовь я делаю это, говорит он ради любимых мной но не любящих меня взаимно смотри, сколько степеней имеет это самоотвержение он не взял должного ему вторая будучи нуждающимся третья проповедуя им четвёртая отдает пятая не просто, но щедро ибо от недостатка шестая себя самого седьмая за любящих не сильно восьмая за сильно любимых да вопросы люди люди-то у нас в России щедрые вот я разговаривал кто в России жил а потом переезжает в Европу там не принято принимать гостей а у нас даже шоколадка продаётся Россия щедрая душа то есть люди готовы жертвовать они последнее в храм отнесут другое то взамен то духовное то нет или настолько всё это вот ну мама придёт опять же с храма сегодня проповедь была надо же она довольная такая а их заморили там голодом духовным службы проворачивать проворачивать а ничего нет ну вот может быть там раз в две недели проповедь скажут или там а ей радостно а раз были там батюшка такую проповедь минут на тридцать вода водой а уж потом вышли она думает заметить не заметить подошла говорит сынок но я говорит не могу ну чё попало на маленькое евангелие это читала знала ну совершенно не в ту степь всё какое-то вот такое вода на киселе ну давай не задерживай считай не делай второе колесо нам двенадцать шестнадцать семнадцать положим что сам я не обременял вас но будучи хитр лукавством брал с вас но пользовался ли я чем от вас через кого-нибудь из тех кого посылал к вам толкование смысл этих слов следующий сам не обременял вас но кто-нибудь может заподозрить что я ничего не принимая сам научил как человек хитрый посланных от меня чтобы они от своего лица попросили у вас чего-нибудь чтобы при помощи этой хитрости взимая казаться невзимающим справедливо ли это смотрите и разумеете называет же дело это лукавством с целью упрекнуть и пристыдить их и показать что они могли давать против воли и как будто следствие обмана ибо в том и состоит лукавство чтобы взять у кого-нибудь либо против воли для них величайший позор если они считают себя жертвой лукавства потому что питают учителя то что 2 Коринфянам 12.18 Я упросил Тита и послал к ним одного из братьев. Тит, воспользовался ли чем от вас? Ни в одном ли духе мы действовали? Ни одним ли путем ходили? Толкование. И в этих словах заключается некоторый упрек. Он не говорит, я послал, но упросил, показывая, что если Тит и взял что-либо, то взял по праву, потому что пришел по просьбе, но все-таки остался чистым. Вместе с ним он послал и другого некоторого брата, то есть не тем же ли даром духовным. Он называет даром бескорыстием среди стеснительных обстоятельств, и хотя оно было его делом, приписывает его Богу. И они, посланные мной, ни в чем не отступили от моего пути, но показали ту же строгость к себе. Заметь же, как Павел не только самого себя утвердил в этой строгости, но и своих сотрудников, научив их не пятнать себя даже справедливым взиманием. Раиса Николаевна сегодня делится, раздает Евангелие, и одна женщина сует ей деньги. Она говорит, нет, я не возьму. Ну, а потом она смеется и говорит, она ведь, наверное, меня за нищенку приняла. Едем мимо сегодня, какой там храм-то, Никольский. Вербами торгуют и, ну сколько, человек пять, наверное, стоят попрошайники. Это что, день удачный, народ много идет за вербами, поклоняется, и очень можно заработать неплохо. Поэтому вот сегодня они подрабатывали. Ну и Раису Николаевну приняли, видать, за такую же. Ну что она, пальтичка такая, бедненькая, платочек. А она-то раздавала Евангелие-то, не просила ничего взаимента. Так и здесь нам апостол, вернее, феофилакт растолковывает, что у апостола Павла и ученики такие же нестяжательные были в одном духе. 2 Коринфянам 12, 19. Не думаете ли еще, что мы только оправдываемся перед вами? Мы говорим пред Богом, во Христе, и все это, возлюбленные, к вашему назиданию. Отставание. Он боялся, чтобы не навлечь на себя упрека в угодничестве. И потому говорит, мы говорим это не для того, чтобы снискать ваше расположение. И не для того, чтобы оправдать себя, но при лице Бога, во Христе, то есть ради Христа. Итак, мы говорим то, что было на самом деле, и что известно Богу, а не для того, чтобы снискать ваше расположение. То же самое он сказал им и в самом начале. Не сказал, я делал все это и не принимал от вас потому, что вы слабы. Ибо это было бы слишком жестко. Но к вашему назиданию, чтобы вы, говорит, не соблазнялись обо мне, для того я не принимал. Для вашей же пользы. Вопросы? Игнать Тихонич, что-нибудь у вас, мысли есть какие? Ну а что тут сказать? Такие слова он может говорить там, где община. А где приход, пришел, ушел. Как сказать? Кому сказать? Это вообще никак. Если общины нету, ничего нету еще. Проходной двор. Я говорю, вот в Киеве был, там храм Цапийский. Ну за час примерно 750 человек зашло и 750 вышло во время богослужения. Я только священнику сказал, говорю, а почему трамвайную остановку-то внутри храма не сделали? Рядом проходит. Люди ничего не знают. Вот у нас кончилась община. Никто никуда не уходит. Все заходят в трапезную. Мы вот сидим, как будто бы совершенно одна семья. Рядом дети. Отдельно детская. Там мамки сидят с ними. Все новости знаем. Кто заболел. Кому пойти. Распределяется. Кому помощь нужна. Считаем сегодняшнее Евангелие, толкование. Ну сколько нам Бог дает-то за одно собрание-то? Ну собрание не две минуты у нас. Не зря батюшка ревнует, говорит. Собрание-то у вас, говорит, длиннее, чем у меня литургия. Но у нас важные моменты. И просто необходимо. И покаяние люди приносят тут. Сегодня, смотри, два раза Виктор Андреевич просил прощения за то, что там сказал, как бы не так. Видишь как? Поэтому еще сказать-то. Надо этим жить. Ответ один. Если мы община, значит все понятно. И он, Павел, боится не найти не такими. А какими? Мысль, надо воображение развивать. Павел пишет письмо нам. И к нам он приедет сегодня. У нас же было, вот архиерея, когда приезжает. Что, мы какой-то марафет наводим или... Какие были, такие и есть. А так как Евангелие люди считают, о них можно сказать, вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам. Очищены. А если нету слова Божия, ощущения-то нет никакого. Ну и поэтому все тут и раздоры, и зависть, и гнев, и ссоры, и криветы, и ябеды, и гордость, и беспорядки. Вот этот уголовный кодекс сразу нависает взамен того, что нет Евангелия. Почему профессор Владимир Филимонович Марсенковский говорит, вырви из сознания людей Евангелие, ну не дай. И на месте его будет зияющая рана, которую ничем не прикроешь. Ничем. И вот когда считаем, мы здесь сейчас, как люди себя ведут, которые верующие в Бога. Какая бы ни была беда, наводнение, цунами, война, они уповают на Бога. А вот когда у человека ничего нету, живет одним днем, посмотрите, как они паникуют, как они страдают. Вот у нас камера была 112-я там, а 130-я рядом. Говорит, ну мой директор, который сидел, знает, говорит, там сидит, я не знаю, то ли посол, но что-то близкое к этому. В государстве Йемен он был там генерал. То ли он раньше был, теперь уже он на пенсии. Ну что-то, полностью разжиженный. Что там было? Немного проходит, несколько дней уже повесился. Повесился или повесили, как Есенина, не поймешь. Но факт тот, что человеку очень и очень тяжело. Наказание – это отдельная камера. Отдельно, когда ты один. Все у тебя есть, но не с кем поговорить. А для верующих, я тебе скажу, это находка. Ты молишься, ты ходишь, поешь, кланяешься, никому ты не мешаешь. Наоборот. А вот говорят, то-то, то-то, да, как сатана, бестом один подошел к святому и говорит, слушай, ты тут загнулся уже совсем, старик. Тебе еще здесь лет десять сидеть. Он говорит, десять, а он старый-старый был. У-у-у, а я-то думал, еще лет восемьдесят. То есть, мне это в радость все переносить-то. Я рад. Ему так не понравилось сатане, что он провалился, только дыра осталась. Вот и все. Потому что у верующих другая история. Вот Памба, он никогда даже не улыбался, он был серьезный, он понимал, как это важно. Ну и однажды бесы там заключили пари, видать, что мы его рассмешим. И они взяли одну пушинку, от голубя или от птички, одну пушинку, привязали ее за нитку, за веревку, и они с целой толпой тащат, ой-ой-ой, тяжело, помоги, ой-ой-ой. А сидит и Памба-то, и улыбнулся. А они захлопали ладоши, рассмеялся, рассмеялся. Он говорит, да я еще рассмеялся, то улыбнулся. Какие же вы бессильны, одну пушинку, 20 бесов утащить не можете. Они аж зубами заскрежетали и провалились. У верующих, видите, как и юмора хватает, и он понимает, это моя жизнь, она должна все это перенести. А у верующих нет этого. Посмотри, как они себя ведут. Вот фильм, 50 серий, зона. Это жуть. Я скажу, все правильно показывают. Я маленько видел это. У верующих все по-другому. Имеет ли на бытие. А теперь, чтобы была зависть, а какая у меня, я никому никогда не завидую. Раздоров? А еще какой раздор-то? Еще нет. Меня сегодня такой ручкой поставили к стенке. А я тут же взял мясо и ушел за дома и начал кормить там собак. Здесь запретили. Мне даже не нужны, нет, я думаю, вовремя и хорошо сделали. Спасибо, Господи. Сор, клевет, ничего этого, вообще ничего этого нету. И Павел бы у нас не нашел. Мы бы встретили как родного брата. Но он-то писал, не думал, что это будет послание. В других языках, допустим, у немцев написано бриф, там англичане в эстуле. То есть это письмо, бриф. А теперь мы вот в Барнауле сидим, вникаем, ищем таинственный смысл. А где-то, может быть, он вообще открытым текстом пишет. Вот так. Мои размышления такие, чтобы приблизить все это и сделать все неуязвимым. чашка прошел. Пожалуйста, задавайте вопросы. Давайте вот с Романа, наверное, начнем. Он здесь в чате написал. Роман, слышите нас? Да, слышу. Так, вы вот эту вот информацию о миссионерских отделах Русско-Православной Церкви, Московского Патриархата где взяли? Ну, я сам с ними ходил на такие благовестия. Ну, они это называют не благовестия, миссионерские там. Это похоже. Ну, и благовестия тоже называют. То есть, они по двое, по трое ходят, как правило, прям сами разделяются. Давай, ты с ним, ты с ним, вот так пойдешь. И все расходится как бы в разные стороны, там, в парк, в парке, допустим, там, или еще где-то там во дворах бывает даже где-то. Вот. А перед этим, да, конечно, их больше, они собираются, обсуждают, как таким способом ходить, там, каким, как они в прошлый раз ходили, как лучше, не лучше, какие опытом делятся. Уже не по двое, конечно, уже там их много, бывает и 20, и 30 человек. Включая Писание также. Вот. Ну, Писание там отдельный разговор, конечно, бывает у них там. Не всегда по святым отцам почему-то. Вот. Какие-то свои мнения высказывают. Вот. Ну, вот так вот. Как они сами понимают. Вот такой вопрос. Ну, вопрос то, что вот вы знали об этом, что они тоже и по двое ходят, и по трое. То есть они непосредственно на благовестие, когда они тоже раздают. Но они, правда, к сожалению, не Евангелие, редко раздают. Это Евангелие, Новый Завет, они раздают в основном киргизм, таджикам, то есть на их языке, на киргизском Новый Завет, Евангелие, Инджил. Вот. Вот так вот. Там на таджикском. А раздают в основном листовки какие-то, сами выпускают такие короткие, такие благовестнические, так скажем. Вот. Газеты, листовки. Вот. Вот так. Вы знали об этом, что они здесь тоже ходят по двое, по трое? Потому что я часто слышу, что они не ходят, надо ходить по двое, по трое. Вот они ходят. Где? В каком городе? Москве. Конкретно в Москве. Это приход, который Данил Сысоев построил церковь, храм этот. Вот. От их, значит, вот, генерский отдел, который и, они общаются и с Тувой, вот, которые, кстати, к сожалению, нападали-то немного. Ну и, может, вот, в общем, нападали, да, и на вашу общину, и на Игнатия этих, но еще, к сожалению, да, словесно. Вот. Так вот. И они часто и ездят, они тоже в Туву часто, и там тоже благовестуют. вопрос понятен, мне во всяком случае. Игнатий Тихонович, если вопрос понятен, пожалуйста, ответьте, знали вы об этом или не знали, и можно ли вообще это назвать благовестием? Ну как не знали? Мы соединялись, даже разговаривали. Я про всех-то не могу говорить, вот это называют НТ, вот там Сорионов-то. Вот сейчас пишет об этом, Степаненко Максим говорит, и там у них тоже такие есть, там вот, Скызылы, вот, Дулевич, хамье, дикое, страшное, черное хамье. Он говорит, именно все связано как-то с Даниилом Сысовым. Почему? Вопрос-то стоит, почему именно в этом обществе после него такие хамы? они не разбирают ничего, кто перед ним, ничего, куда они могут обращать его? Вопрос-то стоит дальше. Для благовестия, если идет без Евангелия с чем-то, ну, почему он Евангелия не берет, я же не знаю. Вот мы только в окрестности нашей деревни, другие деревни захватили, мы раздали более 30 тысяч. Ты возьми, что это такая цифра? Более 30 тысяч Евангелие Новых Заветов. Вот приехали только в Коробейниках, туда каждый год крестный ход в чудотворной иконе, ну, одну избирает, куда-то идут крестные ходы. Приехали туда. Мы только в одном этом селе 450 новых заветов с псалтырию раздали. Это не Евангелие одно. Во всей деревне на полторы тысячи человек, или там тысячи, ну, говорят, сколько есть, всего, кажется, два Евангелия, что ли, нашли, или четыре, и все, ничего нету, пусто. Какой он благовестник там, а Роман-то, выходите, игнаете их, выезжайте, выезжайте, как вот страна Гадаринская, когда исцелил Господь, свиньи потонули, то они, жители, вышли, уходя от нас и стали Христа прогонять. Я говорю, вот у вас такое же состояние. И что его, он вызвал милицию там против нас, но милиционер ходит, майор, а что он будет делать-то? Не знает. То есть, лгунишки жалкие. Его епископом теперь поставили в Рубсопке или где он, Романа этого. Там так братья-то не за че. Миссия, миссионеры, это не просто пошел, Евангелие подал. Это труд, о котором они даже не слышали никогда. И Англотовский говорит, для того, чтобы обратить душу, то есть, миссионерская работа, нужны тысячи талантов. Ни два, ни три, не тысячи, а во множественном числе слово тысячи. А чтобы готовы покрестить, не надо ни одного таланта. Достаточно быть рукоположным священником. Вот из этой праздники теперь исходи, где вы были, что слышали. Самое грубое, невежественное, все туда слепое, все туда стекается. Отделы миссионерских, никто не Христос, никто не образовывал. Благовестические ходят, могут быть, но должно чисто Евангелие проповедовать. А не ходить, драться, показывать, там где-то они зашли, кто-то что-то не так, они кидаются на него, вот как Стерликов, Жириновский. Ну, то есть, дрочуны, убийцы, как называют. Ну, и что я могу на это сказать? Мы были у него там, приходили, для меня вон, священномученик, святой, но они-то какие? Показывает на машине, машина, и на машине на капоте развалилась, там сидит полупьяная его дочь. там ничего нету, у нее какие-то трусишки одни на ней. И рядом мусульманка, одета по форме, как у них хиджаб на ней, ну, небо и земля, даже сравнивать не с чем. И эта с бутылкой сидит, его дочь. Почему она такая? Не знаю. Ну, то есть, что я беру, что в интернете. А эти у меня были, там, этот, цариона Пантеота. Ну, и разговаривать-то нельзя никак. Они как вот бросаются и кусаются. Ну, и как-то не выключили. Они отошли, думают, что ушли. А нам слышно все. Ой, какие они кощунники ужасные. Это вот где вы, Роман, находитесь? Вы-то их не знаете. С ними один раз только встретились, они уже враги, лютые враги. Говорят, щенки, волчата. Как их называют Степаненко, председатель миссионерского отдела, он раньше был, Томской епархии. У них не понятие, субординация, там, что-то знает больше. Или какая-то его жизнь, ничего нету. И показывают, они кайфуют, там, что-то пьют, орут. Там, эту, бурятскую какую-то отделю, на барабане натягивают. Какая там вера-то? Идет с кирпичом, его взяли, сидит с кирпичом. А зачем? А где, что увидим, в окно нет, там, женщины, или что-нибудь так, бить по окнам кирпичами. Ну, какие-то, это хулиганье. Его за него вот недавно взяли, и все, он исчез. Его как будто никогда не было. Провокатор. Другого имени и нету. Миссионер, и даже проповедник просто пошел. Это внимательность, это проникновение в душу человека. Тайно его знает. Что ему сказать? Стоит ли говорить? Первый вопрос. Они этого ничего не знают. Они идут подраться, ну, как хулиганье. И девки там такие же разболтанные. Сравни с нашими голубицами. Какие они? Маленько-то нам есть с чем сравнивать. Вот мы сходили в собор на Благовещение. Ты сравни, как у нас идет. Не ходил два года, еще пять лет не пойду. Проходной двор. Никто никого не знает. Шатание идет. С улицы любой приходит, причащается. К окрещению пол бы там мокрой лукой задел. А у нас к окрещению готовят только пятьсот часов занятия должен пройти. Пятьсот! Как пишет от Степаненко. Ну, сравни, где-то есть. В мировой практике этого не было никогда. Закон от трех до пяти лет подготовка идет к окрещению. Они пять минут даже не готовят. И поэтому никакие люди не меняются, ничего и нету. Какой был, если бы деньги, как этот. Ролики есть, такой, говорит, самый наглый в мире поп Смирнова Дмитрия показывает. Ему и говорят, не знают ничего. ну, хоть деньги взять. Это правая рука патриарха. О, сектанты появились, там, бейте им окна. Да его прям в студии надо арестовывать. Сидит на два сиденья, расселешится. А перед ним раскланивается, расшаркивается преступники. Они должны увидеть везде дыхание Божие. Как Господь обращает людей. Нам надо учиться, учиться у всех. Посмотри, какие миссии. Альберт Швейстер куда ехал? Я задавал этот вопрос. Лауреат Нобелевской премии. Работал с прокаженными. Ученый. И как он, какие у него успехи были. Как у японца Медсуда, изобретший вакцину от проказа неизлечимой болезни лепры по сегодняшний день. Что можно сказать на это? Вот у нас, когда бываем на благовестии, мы где бы ездим, ну вот поехали тогда на вклочки, на девяти машинах мы поехали. Где-то сорок восемь человек наверное было. Там корреспонденты. Ну и посмотри как. Назначено время собрания народу. А у нас на площади стоят ветер, росень, холодно. И как будто ничего нету. Поют и поют наши все. Поют какие песнопения духовные. Духовные песнопения на площади. Ну, не то, что мы хорошие так делают, а это благодать Божия. Благодать. И как люди делают же различия, они же видят как. Вот так. И был этот Тепляков журналист, он председатель журналистов, называется секретарь, а его из Москвы, он в известных напечатал это, отдал. А что благословил? Он говорит, да Христос благословил. Мирской человек, он отмечает, он с нами много лет уже встречается. А эти как будто верующие, а сами как Дулевич там шаманит, шаманские песни там поют или что-то. Срам один, бесстыжие. Это только позор церкви православной. Ну, вы где-то зарядите, вы в интернете увидите, как там насели, сейчас на всех сторон на них, на этих, которые там с ним ходят. Ну, последователи Даниила Сысоева. И все, раздавили их как букашку. Они узнали, там-то в театре не так, пошли там их громить. Кто их туда посылал? Кого они обратили? А у них это и вопроса нет, кого обратить. А что было по-нашему. Но все равно рано или поздно найдут свое. Да. У них там, я так вот знаком, если можно, я продолжу немножко. У них там как два направления. одни, значит, критикуют тех, которые громят. И несколько этих направлений все, как бы, говорят, что они Даниила Сысоева. Вот. Вот так. И его именем, так скажем, прикрываются. Вот. А другие благовестники. Третьи. Ну, там разные люди есть. И есть их, как бы, такие хорошие люди есть, которые вдумчивые. Есть и такие вот, которые на вас нападали. И в Туву, которые ездят, у них там тоже видео есть, и на Ютубе канал. Они там, как показывают, как у них люди там обращаются тоже, тувинцы. Вот. И там исцеления разные тоже бывает. У них там ребенка там, мальчика был, исцеления, крестился. Ну, разные люди, да, все-таки. Ученик не вышел учителя, Роман. Ученик не вышел учителя. Если они со злобой идут, везде все крушат, то какие же их ученики-то? Такие будут. Он глаз не должен поднимать, возвестить о Христе. Прежде чем пойти на один час беседовать, он еще, собственно, должен еще на молитве простоять перед Богом. А жить, ничего нету. Песни, хохочут все время. Я не знаю. Неужели Данил Сосоев признавал их таких? Это хулиганье. Они никогда не видели, как в месте, когда беседуют. У нас опыт. Мы проехали от Владивостока до Лиссабона. Прошли Скандинавию, Прибалтику и Север. Мы можем сделать сравнение, какое. Когда себя жаждут, не надо не кричать, Бог открывает сердца людей. Так, ну и вот попутный у меня вопрос. Слава Ткачев тут скинул ссылку. Атриум ТВ. Это вот миссионерский отдел. Игнать Тихонич, слышали? За них что-нибудь... Ну что скажем, дети смотрят их. Надо на практике смотреть как. Они там с ягодистами где-то беседуют, говорят, но они не дерутся, ничего. Есть там какие-то папиросы выхватывают, один-два раза выхватил, а потом-то где распевает, ну не вместе. Ну дальше что пьет, лишь бы отошел в другом месте. Ну какое же это благовестие-то? Ну а эти-то наши... Володя с ними входил в контакт, ну и чем кончилось, не знаю. Не знаю. Инатель Иванович, вы немножко о другом, если вы говорите о тех, которые забирают пиво и... А это другие-другие, это Атриум, он спрашивает. Ну Атриум-то да. Да, ты же с ними беседу. Но я видел видеоролик с Александром, который один из руководителей у них, я фамилию сейчас не помню. Антонюк. Антонюк, да. Он, в принципе, говорит, когда ему вопрос задают о Дмитрии, он говорит, ну иногда надо и такие меры принимать, чтобы люди услышали вроде как, что тут говорить-то. Такие надо... Хотя я их нигде не видел, чтобы они так поступали. Ну вот он свое мнение высказал. Ну апостол Павел делал так или апостол Петр? Ну может быть и надо. Но надо подтверждение найти в Слове Божьем. То есть они им открыты, это пусть нам откроют. Я 54 года иду и никогда нигде так не поступал. А если это он находится где-то в вузах, да ему голову-то раскроят. Крышкой параши сразу пополам развалят. Я был, прошел. И поэтому я могу дать совет. Совет очень ценный. Как надо вести себя, когда ты входишь в камеру. Как вести? Меня Бог как на крыльях пронес. Вот я встаю, маленько прикорнул перед сном, перед утренней побудкой. Ты говоришь, вчера ночью сзади вас, говорит, семь человек, преступники на колени замолились. Можем и тоже будем. Я никого не призывал. Это Бог делает. И мы, говорит, ночью весь табак, все уничтожили. А я всего одну ночь там ночевал с ними. Я говорю, где-то, ну, Кузнецкий я был, в тюрьму. Вот камера такая, подвели, втолкнули. Я только вошел, а там молодой, такой, ростный человек, ну, приятный просто. И говорит, а вы Бог? Я говорю, какой же я Бог? Я человек. А я во сне видел, что мне сказано было, сегодня я к вам в камеру, Бог придет. Я стал говорить, он готовый. Несколько предложений, и он уже все, на шаг не отходит. И взял Новый Завет, и всю ночь сидел, переписывал. Вот это Дух Божий, когда работает. Не мы работаем. Почему Иоанн Златоуст говорит, книга «Деяния апостолов», ее правильно было бы назвать «Деяние Святого Духа». Вот это миссия. Они слышат голос Божий. Они этого не понимают, даже когда говоришь, а что это такое? Они только поносить могут. Павел предпринял, идти в миссию. Дух не допустил. Как не допустил? И тогда уже видение некий македонянин, Югослав, там пристал и говорит, приди к нам и помоги нам. И он все это понял. И откровение, видение, все у них не такое сегодня. Они не свободные. А Дух Господень, где свобода? Где Дух Господень, там свобода. А они, видишь, там отдел, отчеты получают, там за деньги выплачивают. Это все обман. Где Дух Господень, там свобода. Ты не будешь тогда заглядывать ни епископу в глаза, ни патриарху. Что Бог скажет, то я и скажу. Вот как пророк Михей говорил. Они этого не знают. Один вопрос только, надо ли не надо говорить с ними? Вот даже вот вопрос, и то еще решать надо на молитве. Не знаю, я с ними не был рядом, то, что здесь в интернете вижу, ну куда это годится. Кидаются, бьют там человека, втроем на одного. На Емельяненко бы напали, он бы, наверное, им подсказал. Я про Федора говорю. Еще вопросы, пожалуйста. А сам по себе вопрос, атриум, зачем так называют? Что это за слово? К чему это нужно? Ну, вот имена начинают менять, ники, аватары, все это ложь. Ты поставь свою фотографию и свое имя, фамилию, анкету. Они даже этого сделать не могут. А это только НТО, НТО. А, весь НЛО, это НТО, это неопознанный темный предмет, объект. Я сразу же перевел его. НТО, это неопознанный темный объект. А атриуму они так немного объясняют, что это вроде когда-то была такая площадка перед храмом. И вот они как бы сейчас людей тоже суда. Да зачем это нужно? Еще раз. Я понимаю. Зачем глупости всякие, как маленькие ребятишки. А я назову там, ну давай, Василиса Прекрасная, а там Кикимора Болотная. Что толку-то называть? Ты просто скажи, во имя Христа. Ты видел, когда мы были в доме Умулы, когда были мы, в мусульманских странах шли, как к нам относились? А если ты как враг пришел и свинину лопаешь, так с тобой разговаривать никто не будет. Попробуй, расскажи им. Скажи, ты знаешь, что мусульмане есть такие? Знают. Ну а ты думал, что тебе придется там быть? Зачем ты свинину ешь? Не буду, Павел говорит, есть мясо и пить вина, чтобы не дать соблазна. Пойдут они на это? Надо начинать с себя. А уже Бог подскажет, идти туда или не идти. А то обходит, говорит, море и сушу и делает с сынами гиены вдвое худшим себя. Может и так получится. Еще вопросы, пожалуйста. Меня вопросы, пожалуйста. Да, Сергей. Да. Можно спросить, а вот вечерняя молитва, а можно завершать, ей завершать воскресное чтение Евангелия, извлечение наше Евангелия, именно воскресенье? Ты ему сказал, сегодня мы это будем. Сегодня. Вот полтора часа после этого пройдет и у нас будет вечерняя молитва. Хотя бы один раз мы помолимся, как утром. Сюда же, к Сергею, заходите. Ясно. Простите, что я опоздал немножко. У нас тоже в храме было сегодня занятие воскресной школе. Но ходит туда, я уже писал об этом, очень мало людей. Сегодня было четыре человека. Это есть приходы, которые посещают семьдесят людей. Ну, видимо, не востребовано Слово Божие в наших православных прихожан. Но хотя сегодня, когда было причастие, в чтении, пока была исповедь, я в это время читал притчи царя Соломона в приходе. Ну, там, где не слышно было церковного пения. И люди слушали, и тоже слушало немало людей. Но потом заканчивается служба, и все уходят, и больше в храм не приходят. Место у нас как бы хорошее, теплый храм, но пусть стой совершенно. И мы уже где-то полтора-два месяца проводим занятия, и пока, так сказать, мало кто ходит. Но я не отчаиваюсь, но дело свое дело. Пока жив, и Бог силы дает, буду это делать. И это благодаря Господу, и через вас это идет, Игнатий Тихонович. Вы третий том у нас возьмите, открытым оком, скачайте. И там в оглавлении написано пособие по изучению Евангелия от Марка. Вот вам чем надо заняться. И тогда у вас будет община. Там прямо какие вопросы, как считать, сколько человек. Третий том открытым оком. Скачайте с нашего сайта. Я это сделал. Это не Новый Завет, третий том, не Новый Завет. Нет. А открытым оком книги, их у меня 30 томов вышло. У меня это есть. Есть. А второй том, это как противосектантский, как беседовать с какими людьми. А в четвертом, как люди, допустим, люди разбиваются на 24 категории. Первый, который говорит, я безбожник, а другой, я не верю, что Библия от Бога. Как с ними беседовать? На основании Слова Божия. Это самый глубинный разбор, когда мы даем место Духу Святому. Ну, можно много сказать. На твою мудрость найдется еще мудрее. А когда Слово Божие будешь считать, все, высшая мудрость, выше ее нету. Ясно. Так, мне не ясно. Был вопрос о чтении Евангелия после вечерней молитвы. Ответа я не услышал. А я не слышал даже. Какое Евангелие? Мы помолимся, расходимся. Мы будем сегодня опять два ролика считать. Пожайте еще раз один вопрос. Сергей, задавайте еще раз. Мне просто был вопрос, и я на него получил ответ. Можно ли совместно проводить вечернюю молитву после воскресного изучения Евангелия? Дело в том, что по времени у вас оно как бы после обеда идет, а у нас не знаю как. Ну, а вам-то какая разница? Помолитесь, если вам молитва на вечернюю пойдет, не обязательно после молитвы сразу ложиться спать. Конечно. Вот. У нас-то, видите, сегодня занятия прошли, вот сейчас идут занятия здесь, и сейчас мы сразу составлять надо вечернее моление, и после этого еще два ролика записать вот то, что у вас в руках Новый Завет. Мы заканчиваем трехтомник насчитывать. Осталось ну, там, 12 глав примерно Евангелия Теана. Все. Мы уже давно-давно этим занимаемся. То есть у нас богатейший материал. Все это в аудио сделано, в видео даже, не в аудио. У меня есть информация к размышлению. Если можно, я скажу о ней, это минуту времени займет. Я пытался на сайте Елицы, есть такой сайт современный, православный, новый, ну, проводить соответствующую работу. и выставлял видеоролики с участием нашей совместной молитвы, вот, ну, вашу жизнь крестовозбеженской общины. Вот. И надо сказать, что реакция была у администраторов сайта очень болезненной. меня трижды из этого сайта исключали. То есть, ликвидировали, убирали аккаунт. Я понимаю так, что, действительно, много собралось волков в Вечешкуре, и там, где сайт называется православным. И еще один такой момент наблюдения. Я недавно был в Киев-Вечерской лавре, ездил в командировку в Киев, и заходил в книжную лавку тамошнюю. И, действительно, видел там книгу некого Дворкина сектоведения. Ну, внешний человек на фотографии такая. Пуговица верхняя расстегнутая, борода обритая. Я подумал, не масон ли? Вот. И когда прочитал содержание этой книги, главления, то как будто держало в руках грязь. Ну, даже не хотелось мне и читать то, что там написано об этих всех сектах. Видимо, кто хочет грязь найти, тот найдет ее. И, видимо, кто-то испытывает удовольствие писать об этом. И чтобы тратить время на изучение этих сект, ну, я думаю, так, что для христианина православного это недопустимая трата времени. Лучше читать то, что написано в Библии, толкование святых отцов, чем изучать всех ее врагов. Вот такое мое наблюдение вышло из посещения этого маргазина этой книги. Но рецензию, кстати, на эту книгу этого сектареда дал Дмитрий Смирнов. Сожалея, что она выходит в малом тираже. Ну, будет моя воля, она вообще бы ни в каком тираже и не вышла бы, разве что для посмеяния. И наконец-то Борькин-то. У него двойное гражданство. Его в Америке подготовили, прошел курс в Израиле, а потом сюда забросили. Он в больнице психиатрической сколько времени был? Хиппи, наркоман. Сегодня как в интернете не меньше 50 роликов, о нем ученые говорят. Сектовед такого нету, должности такой нету. Он главный разрушитель, он всех перессорил. У него веры-то похоже нет. Вы сказали масон, конечно. А не с масоном зачем они возиться будут? И последнее наблюдение. Я пишу нашим иерархам, ну в интернете правда, пожелание такое. Где-то две трети времени, когда я нахожусь на богослужении, то ли это было в Харькове, свято-фокровском монастыре, как раз тогда читалось канун Андрею Критскому, то ли это было в Печерской лавре на вечерней службе, в Нижнем Храме. И вот что заметил, чтение псалмов, чтение пророков читается таким образом по-церковно-славянски, что люди слышат и не слышат. Вот казалось бы, благоприятное время, люди собрались, много их, но почему бы не читать Божье Слово действительно на понятном им языке? Нет, надо читать тоном таким, который невразумительный, потому что читают очень быстро, скороговорка, особенно псалмы, как будто стараются преодолеть какой-то опасный участок на пути, выйти на простор. Но люди стоят и думают, что это так и должно быть. Даже я, когда в свое время приходил в храм и не читал толком Нового Завета, не Ветхого Завета, думал, что это в порядке вещей, что специально читается такой текст богослужебный, чтобы его не понимать, что это какой-то фон, какая-то традиция. Но когда я начал вникать в русский текст того, что читается, я подумал, ну разве можно Божью премудрость подавать в таком виде, что люди ее не поймут. Ну пока вот звоню в эти колокола, ну делаю это дело, следу опять-таки примеру Ивашу Ивановичу Тихоновичу. Ну пока что Господь управил и так управил. Я хотел спросить, вот когда вас там убрали, выдавали материалы, что они указали, что им не понравилось, с чем они не согласны-то? Они должны были сказать? Да, я направлял запрос администратору некой надежде, и она ответила таким образом, что администрация сайта признала те видеоролики с нашей совместной молитвой как как сектантские. Ну она сказала слово сектантские, фашистские, коммунистические, но она должна доказать это. Она сказала, ну сказала, что это, разве что-то означает. Она языком повернула, выпустила слова. А там еще нет сектантского, все по молитвослову. Что она нашла сектантского? Она должна доказать. Но она должна сказать. Не просто, это же, она обвинение дает, обвинение. Что там именно, какая молитва сектантская. Она должна показать, а раз не сказала, значит, она отвечать будет за эту ложь. За ложь. Когда мы молились, благодать Духа Святого была с нами, а она хулила. Это может быть хуло на Дух Святого. Вот что еще страшно-то. И поэтому они такие люди беспокаянные. Она сказала, ну, а я про нее скажу. Ну, еще помирились мы. Я материал на эту тему Игнатий Тихонович отправил в наши переписки к вам. Но я вошел потом опять под другим именем. И то же самое стал делать. Пропагандировать нашу работу. Она действительно богоугодная. И результат тот же. Опять исключили мой аккаунт. Ну, я не лезу, как говорится, специально, чтобы кому-то там насолить, навредить. Но, слава Божия, надо нести во все эти сайты, где находишься. Вы им покажите, где у нас в церкви идет богослужение, где прищащаются. Покажите вот эти ролики-то. И пусть они сравнят с собой. Так у них идет или нет? Как у нас идет и другие. А на занятиях, на воскресной школе я эти ролики и показываю. И мои братья во Христе и сестры в восторге находятся от того, что делается. У них просто радостные лица, радостные сердца. Поэтому я с большим удовольствием переношу эти записи. И мы там некоторое время их смотрим по ходу дела. Это образец для подражания. Как надо действовать. И слава Богу, что вы есть, Игнатий Тихонович, и ваша община православная. Этот ориентир, эти лихи, на которые он ориентируется. Да, мы получили такое, говорит. Это сегодня, как образец к первоапостольскому времени, наши две общины. Это Степаненко пишет. Он председатель миссионерского отдела был одно время. Это большой-большой труд. Не просто пришел человек. У нас никто не выпрашивает у батюшки, чтобы не постить. У нас этого нет. Безбородых никаких нет. Ну, вообще даже внешне. И каждый раз идут занятия. После богослужения идут занятия. По блаженному феофилакту. А если она говорит, а зачем ее поставили? Она ничего не знает и изглословит еще. Все, у них другого и нет никого. Мы-то вопрос поставить можем выше. Она что знает? Она что знает? Она нашла. Но она должна показать. Мы тоже желаем спастись. А ну давай, сестра, надежда, покажи. Где эти люди заблудились? А мне кажется. Ну, кажется, говорит, поговорка, крестись, если кажется. Невежество, непросвещенность, безблагодатность. Вот это определенно. Она не может даже различить духа. Какого вы духа? Какого духа? А ее научили кто? Это дворкинские отрыжки. Это от него не научились. А он совершенно никакой. И все это временно. И всему будет конец. А ты знай свое дело. Иди и благовествуй. Как Господь исцеленному сказал. А ты иди и благовествуй. Давай, Сергей, к концу видать. Маленькое объявление, значит. Я вот эту группу, утренняя совместная молитва, переименую на совместная молитва. И к ней же присоединяйтесь и вечером. Утром, наверное, у нас в понедельник уже не будет. Или будет? Еще одну в понедельник, наверное, последнюю проведем. Утреннюю в 4.40. Я сказал, каждый, кто у нас приходил, чтобы привели хотя бы по 4 человек. А так как не меняется ничего, нам это все равно напряжение дает. Тогда прекратим. Как мы молились, отдельно будем. Каждый должен привести. Где-то говорить, кому-то, когда-то, чтобы было видно, что вы тоже работаете. Да, я сразу там всем своим, в Одноклассниках, ВКонтакте понаписал, кому мог. Так, в общем, значит, группу я переименовываю, называться будет совместная молитва в скайпе. К ней добавляйтесь. И через полтора часа сегодня помолимся. И завтра в 4.40 по Барнаульскому помолимся. А там, как Бог даст, видно будет. Если Господу угодно, будут, значит, и молитвы продолжаться. Если нет, то на время пока. Прекратим для того, чтобы начать трудиться. Над приобретением новых душ. Аминь. Достойно истеково истину, блажен Тетя Богородицу, преслава женою и пренепорочную. И Матерь Бога нашла, честнейшую первую, И славнейшую безправнение терпим. Безосинья Бога снова рушую, Сущую Богородицу повеличаем. Дайте, пожалуйста, помолитесь. Любящий наш Отец Небесный, Мы прибегаем к Твоему милосердию. Прости согрешения наши. Помоги нам в радости встретить Пасху Христову. Укрепи нас и поддержи. Все, что мы слышали сегодня, Помоги нам исполнить и поступать по слову Твоему. Слышать голос Духа Твоего Святого. Услыши наше воздыхание, Родных и близких, не познавших Тебя. Если в чем мы погрешили на этих занятиях, Ты прости и помилуй, По великой Твоей милости. Распусти нас с миром. Тебе, Господи, слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 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 Да, покушает. Аминь.